Старейший документ о евреях Нового Света вернулся в Мексику. Он пропал из национального архива страны 75 лет назад. Это рукопись 1595 года с автобиографией Луиса де Карвахаля. Документ считается важным артефактом, рассказывающим о жизни евреев на американском континенте. «Это три рукописи, созданные во время колониального периода. В них написано об инквизиторском процессе, который прошёл в конце XVI века в отношении семьи Луиса Карвахаля. Её обвинили в исповедании иудейства». Впервые после пропажи документ заметили на аукционе в Нью-Йорке в 2015 году. Позже мексиканские власти передали рукопись на хранение Музею исторического общества Нью-Йорка. Теперь она вернулась в Мексику. «Эти экспонаты будут выставлены в Музее памяти и толерантности. Они напомнят о важности того, что в нашей стране живут евреи, а также о необходимости прийти к толерантной и разносторонней концепции, которая признаёт мультикультурность Мексики». Луис де Карвахаля родился в Португалии в семье евреев, принявших католичество. Служил испанской короне. В 1579 году он получил должность губернатора нового королевства Лион в Мексике. Позже на него донесли инквизиции, обвинив в тайном исповедании иудаизма. В 1590 году Луиса де Карвахаля отправили в тюрьму. Там он и начал писать о еврейской вере, правда, под псевдонимом. По словам специалистов, рукопись сохранилась очень хорошо, несмотря на 400-летний возраст.